Знаете, как пугают бездетных? В старости некому будет стакан воды подать. Я как-то задумался и начал считать. Например, по статистике в Москве в среднем на ребенка родители тратят по 25 тысяч рублей в месяц. К его совершеннолетию набегает 5 миллионов 400 тысяч. А, ведь еще и высшее образование. Давайте поднимем до 6. Зафиксировали. Идем дальше. Я планирую выйти на пенсию в 65. Потом еще лет 10 поработать и в 75. Ай да, на заслуженный отдых. И еще четверть века наслаждаться своим преклонным возрастом. Да-да, я планирую дожить до 100 лет. И каждый день выпивать по 2,5 литра воды. Выходит, за это время утечет почти 23 тысячи литров. Итак, вырастить ребенка 6 миллионов рублей. Делим и получаем 1 литр в старости обойдется в 260 рублей. Или 52 за стакан. Цена приличной минералки. Но если без шуток оно того стоит, не нужно воспринимать мою занимательную математику всерьез. Ведь есть еще много переменных, которые выводят уравнение в плюс. Привет, меня зовут Максим. И сегодня я объясню, на какую поддержку могут рассчитывать семьи в России. Понятным языком расскажу, когда, кому и сколько тысяч рублей причитается. На что можно потратить материнский капитал. Как получить льготную ипотеку. И сколько еще благ предусмотрено для многодетных семей. Давайте представим пару. Владик и Кира. Для полноты картины пусть они будут молодые. Ну, совсем молодые. Любовь со школьной скамьи, свадьба в 20 лет. И вот появляется ребенок. Долгожданный, конечно. Что делают родители первым делом? Мама в роддоме приходит в себя. А заодно и выкладывает в соцсети фотографии малыша. Обязательно закрыв лицо смайликом, а то сглазят. Папа приходит под окна родильного отделения и кричит. Сколько? И ждет, когда ему в окошко покажут сына или дочь. Можно, конечно, и на телефон фото прислать. Но это не так романтично. Затем выписка. Надо свидетельство о рождении получить. Кроватку собрать, если еще не успели. Уже пора в очередь на садик вставать. После этого многие мамы и папы начинают думать, что же еще мы забыли сделать. А забыли они, что их ждут приятные бонусы. Для начала единовременное пособие при рождении ребенка. Почти 19 тысяч рублей. Плюс районный коэффициент. Кстати, если двойня, выплата удваивается. Тройня утраивается. Ну и так далее. И это еще не все. Есть дополнительные выплаты. Помните, мы же с вами выбрали молодых родителей. А молодые мы теперь аж до 35 лет. В Москве, например, за первое раннее прибавление дают 90 тысяч рублей. За второго ребенка уже 126 тысяч. За третьего и каждого следующего по 180. На подгузники точно хватит. Еще молодым родителям нужно не забыть про ежемесячные выплаты. 40% от средней зарплаты за последние два года. Максимальный предел около 30 тысяч рублей. Но наши-то, мама и папа, еще не успели заработать. Поэтому будут получать самый минимум 7 тысяч. Как вариант, выплату оформить на бабушку или дедушку ребенка. Однако нужно будет доказать, что именно они ухаживают за малышом. К сожалению, как только ребенку исполняется полтора года. И дальше помогают лишь семьям, у которых проблемы с финансами. Опять же, наши выдуманные родители пока еще и университет не окончили. Подрабатывают, конечно. Но выходит меньше двух прожиточных минимумов на одного члена семьи. Можно обращаться за помощью. Платить будут по 12 тысяч рублей в месяц. Тот же минимум. Если ребенок один, деньги идут из бюджета. Если двое, трое и так далее, каждый выплаченный рубль уже вычитают из материнского капитала. Когда он закончится, в пособии откажут. Когда ребенку исполняется три года, можно оформить другое пособие. Уже до семи лет. Там деньги выделяются в зависимости от доходов семьи. Есть. Но смотрите, какая логика. Когда ребенку исполняется семь, у родителей либо уже дела наладились, либо все очень плохо. В первом случае никакой помощи нет. Во втором государство готово подставить плечо, но только неполным семьям, где один родитель. В современных реалиях это чаще всего одна мама. Но бывают и исключения. Это пособие новое. Его начали выплачивать буквально с 1 июля 2021 года. Выплата составляет половину прожиточного минимума. Это примерно по 5600 рублей. Из плюсов эти деньги точно не будут забирать из материнского капитала. А с ним все хорошо. Он по-прежнему растет. Причем с прошлого года материнский капитал дают уже на первого ребенка. 480 тысяч рублей. А затем уже на второго ребенка к этой сумме добавляют еще 150 тысяч. На что эти деньги можно потратить? Ну, во-первых, мама может внести их в свой пенсионный фонд. Сформировать свою накопительную пенсию. Это, конечно, с прицелом на будущее. А здесь и сейчас можно внести материнский капитал в счет ипотеки. Его даже может хватить на первый взнос. Правда, не все банки на это идут. Они-то хотят платежеспособных клиентов. Будут проверять, смогут ли родители еще и сами взносы платить. Но договориться возможно. Также отдельный пункт, куда можно тратить маткапитал – улучшение жилищных условий. Это не считая ипотеки. Сюда входит покупка квартиры, комнаты, участка земли и строительство дома. Или реконструкция уже имеющегося. Но, как пишут, все непросто оформить. Часто даже приходится тратить свои из кармана. А потом уже возмещать эти убытки из материнского капитала. В будущем еще планируют разрешить тратить материнский капитал на ремонт. Такую возможность озвучил президент, когда встречался с лидерами фракций Госдумы. И другая идея, которая витает в воздухе и вот-вот должна быть реализована – за маткапитал разрешат купить машину. Скорее всего, отечественную. Не роскошь, но средство передвижения. В Бурятии и Якутии, а также в Ростовской и Калининградской областях уже есть такая возможность. Вот ждем, когда и остальные регионы к этому подключатся. Третий ребенок на размер материнского капитала не влияет. Но зато с ним семья уже считается многодетной. Везде, кроме Республики Марий-Эл, там должно быть 4 ребенка. Про многодетные семьи я могу говорить очень долго. Для них есть отдельные ежемесячные выплаты. В каждом регионе они свои. Где-то по 10-11 тысяч, а где-то, ну, поменьше. Ежегодные выплаты. Тут тоже каждый субъект федерации назначает свои поощрения. Компенсации на оплату детского сада. Услуг ЖКХ. За многодетных государство даже готово погасить часть ипотеки. Внести 450 тысяч рублей. Кроме того, каждая семья, где 3 ребенка и больше, может претендовать на бесплатный участок под дачу или дом. И что еще важно, в некоторых регионах вместо земли можно попросить денежную компенсацию. Очень широкий набор льгот в Москве. Во-первых, городская парковка бесплатная. Ох, сколько молодых отцов только ради этого и мечтают завести третьего. Во-вторых, проезд в общественном транспорте также свободный. Еще таким семьям помогают покупать одежду для посещения учебы. Компенсируют растущие цены. Ну, разве что только льготной ипотекой москвичи воспользоваться не могут. Вот, смотрите. Есть относительно новая программа – льготная ипотека. Ее продлили до июля 2022 года. Ставка – 7%. Но максимальная сумма кредита – 3 миллиона рублей. В Москве за эти деньги квартир нет. Студии в 7 квадратных метров квартирами не считаются. Но есть еще семейная ипотека. Ставка – 6%. В Москве, Петербурге, а также в Московской и Ленинградской областях дают до 12 миллионов рублей. В других регионах – максимум 6. Что тоже неплохо. Получить кредит по льготной ставке могут семьи, в которых родился хотя бы один ребенок. Но после 1 января 2018 года. Как говорится, молодым у нас дорога и квартира. Далеко не все. Еще больничный. Родителям, если ребенок до 7 лет заболел, выплачивают 100% от среднего заработка. И не важно, какой стаж. Про школы. У нас, если несколько детей, все братья и сестры имеют право ходить в одно и то же учебное заведение. Это особо важно в крупных городах. Родителям удобнее, чтобы все были рядом, в одном месте. А еще всем ученикам с 1 по 4 класс положено горячее питание. Даже когда детей переводили на домашнее обучение, продукты им в итоге передавали с собой. Чтобы питались и получали пятерки. Сейчас постоянно появляются все новые меры поддержки семей. За короткий выпуск о них не расскажешь. Конечно, все эти меры поддержки не покроют расходы, которые ложатся на родителей. Но ведь радость отцовства и материнства не измеряется в рублях. Есть вещи по-настоящему бесценные. И тот же стакан воды в старости. Конечно, хочется получать его из рук своего ребенка. Но главное заводить и расти детей не ради того, чтобы всю жизнь потом что-то с них требовать. А ради того, чтобы наполнить свою жизнь важным смыслом. Ставьте лайк за полезные законы и подписывайтесь на канал. Здесь мы рассказываем о них понятным языком. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok